Друзья, всем привет! В последнее время появилось очень много новостей, вопросов и проблем с херсонскими сертификатами. Именно об этом я и предлагаю сегодня поговорить. Поехали! План такой. Сначала обсудим новости и нововведения, связанные с херсонским сертификатом. Потом выясним, зачем ставят сроки и ужесточают проверки. Разберем основные ошибки и заблуждения, связанные с сертификатом, а также проблемы, которые сегодня возникают. Как ускорить выплату? Этот вопрос всех интересует, о нем также поговорим. И что сейчас можно купить за херсонский сертификат или на херсонский сертификат в Краснодаре? Квартиры, дома, на суммы сертификата. 2 ноября 2023 года постановлением правительства Российской Федерации номер 1841 внесены изменения в правила предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации, а именно выплат на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных сертификатов жителям города Херсона и части Херсонской области. Что это за изменения? Граждане могут подать заявление на предоставление единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей и государственного жилищного сертификата до 1 декабря 2023 года включительно. Эта дата уже прошла. Кто успел, тот подал заявление первоначально. А до 2 апреля 2024 года включительно заявление о перечислении социальной выплаты или заявление об аннулировании ранее выданного сертификата. Это у нас до 2 апреля. Граждане вправе повторно обратиться за мерами поддержки после устранения причин, послуживших основанием для принятия решения об отказе в предоставлении выплаты или сертификата до 29 декабря 2023 года включительно. То есть, если вы ранее подавались, вам сделали отказ, вы можете сделать повторную подачу документов с исправлением замечаний до конца этого года. Далее идут уточнения по требованиям. Обязательно регистрация по состоянию на 24 февраля 2024 года на территории Херсона или части Херсонской области в населенных пунктах по перечню, утвержденному до 21 октября 2022 года, номер 3099-Р. При этом у граждан не должно было быть регистрации на иной территории. То есть, если есть регистрация на территории Российской Федерации или где-то еще, то вам будет отказ. Проверка документов уполномоченным органам проводится до перечисления средств по выплатам и сертификатам. При подаче заявления на перечисление средств по жилищному сертификату граждане должны предоставить полный комплект документов, послуживших основанием для получения сертификата. Региональный порядок реализации мероприятий, направленный на оказание поддержки, не может предусматривать требований, не предусмотренных постановлением 1876, в том числе условий о наличии регистрации гражданина и членов его семьи по месту жительства в субъекте Российской Федерации. Здесь говорится о том, что местные власти самоуправления не должны вносить каких-то дополнительных требований для владельцев сертификата по его реализации. Что все это значит? Из-за инфляции цены на недвижимость растут и ликвидность сертификатов падает. Об индексации речи не идет. Ограничение сроков нацелено призвать владельцев государственных жилищных сертификатов к более активным действиям по выбору и покупке жилья. Также контролирующими органами получены сведения о злоупотреблении государственными деньгами, что также привело к ужесточению порядка выдачи и реализации сертификатов. Я выбрал несколько вопросов, которые чаще всего задают владельцы сертификатов сегодня. Местонахождение во время сделки. Нужно ли физически находиться в регионе, в котором проходит ваша сделка по сертификату? Сейчас в Краснодарском крае при проверке документов, поданных на перечисление по сертификату, также осуществляется телефонный контроль фактического местоположения, местонахождения покупателя. Во время сделки он должен проживать в регионе покупки. Это требования Краснодарского края. Например, в Ростовской области пошли дальше. Там обязательным условием является временная или даже постоянная прописка в регионе покупки. Эти сведения я получил уже от нескольких покупателей Ростовской области. Можно ли продать купленный по сертификату объект недвижимости? Зафиксирован ряд отказов по сделкам, когда под херсонский сертификат покупается объект, ранее также купленный под сертификат. По некоторым данным, при продаже объекта, купленного под херсонский сертификат, даже если продавать его без наценки, возникает налог на прибыль, который рассчитывается от суммы 1 миллион рублей. Как ускорить проверку и выплату? При подаче документов на перечисление будет не лишним приложить пояснительную записку по двум вопросам. Даты и маршрут пересечения границы с Россией. И в случае с сертификатом на одного человека подтверждение того, что вы не состоите в браке. Эти обстоятельства влияют на решение комиссии, а также на сроки проверки и выплаты по сертификату. То есть, если у вас есть возможность с пакетом документов, которые вы сдаете на перечисление по сертификату, приложить пояснительную записку по этим двум пунктам, это значительно ускорит решение по выплате. Как упростить сделку по сертификату? Решайте вопросы по мере поступления. Сначала реализуйте сертификат, а потом выбирайте квартиру или дом мечты. Когда вы пытаетесь за сертификат, например, 3 миллиона 700 тысяч, купить двухкомнатную квартиру в Краснодаре с ремонтом и мебелью, вы сразу становитесь мишенью для мошенников, которые говорят, что у них такая квартира есть, а по факту продают вам проблемные объекты, например, без отопления. Потому что реальная цена на двухкомнатную квартиру в Краснодаре значительно выше. Также нежелательно использовать сложные схемы, такие как сертификат плюс ипотека, объединение двух и более сертификатов и так далее. Потому что это утяжеляет сделку, привлекает к ней больше внимания, проверок и требований. Как результат, большой процент отказов. И, наконец, самый часто задаваемый вопрос. Как обналичить херсонский сертификат? Во-первых, это противозаконно и вас могут привлечь к ответственности. Во-вторых, мошенники с удовольствием пользуются такими вашими желаниями получить быстрые деньги взамен сертификата. Чаще всего в таких случаях не остается ни денег, ни сертификата. Ну и в-третьих, интересно, кто эти люди, которым сертификат положен, а недвижимость не нужна. Помощь оказана, но жить в России они не планируют. Если знаете, напишите в комментариях. Правда о льготной ипотеке 2%. В качестве первоначального взноса можно использовать 100% жилищного сертификата по постановлению 1876. Максимальная сумма кредита 6 миллионов рублей. Дистанционное оформление возможно. Купите готовую квартиру или дом с участком у юрлица или ИП и оформите право собственности без посещения Росреестра и МФЦ. Это такая как бы теория данной программы. Построенное жилье от любого застройщика. Вы можете приобрести, купить квартиру в новостройке или дом с участком. Можно у любого юрлица или ИП в регионе выдачи сертификата. В остальных случаях можно использовать ипотечные программы вторичного рынка. Но практика показывает, что это только теория. На самом деле все происходит гораздо менее оптимистично. По факту почти никто из застройщиков с сертификатами не работает на сегодняшний день. И льготную ипотеку одобряют очень редко. А теперь давайте поговорим о заблуждениях владельцев сертификатов, которые их же заводят в тупик. Первое. Подождем пока подешевеет. Вот например год назад за 2 миллиона 750 тысяч можно было купить однокомнатную квартиру с ремонтом и мебелью. А за 3,5 миллиона двухкомнатную квартиру с ремонтом и мебелью. Прямо внутри Краснодара. Что можно купить сейчас, думаю вы знаете. И в конце видео я вам как раз расскажу. Второе. Найдем сами. В итоге покупаются неподходящие под сертификат и даже проблемные объекты. Без юр сопровождения сделки срываются и откатываются на ноль. На начало. Третье. Купим с частным риэлтором. Да, комиссия ниже, но и ответственность за сделку они не несут. Привели в МФЦ и потерялись. Сделка длится 3 месяца и в современных реалиях просто необходимы проверенные агентства, опытные юристы и сопровождение 24 на 7. Не все до сих пор знают требования к объектам недвижимости, которые можно купить под херсонский сертификат. Это может быть квартира, комната, дом, часть дома, то есть жилое помещение. Без обременений, во-первых. Без перепланировок неузаконенных. Желательно без материнского капитала, что очень сильно удлиняет сделку. Без обременений и арестов. Без разбивок. Полная сумма в договоре. Обязательно должна быть полная сумма в договоре. Это не нужно забывать. И соответственно другие требования, и их немало. Порядок проведения сделки с сертификатом. Также немногим знаком. Выбор объекта недвижимости. Предварительный договор и задаток продавцу. Обязательно. Для того, чтобы продавец снял объект недвижимости с продажи, выписался из него, собрал все необходимые справки. Подготовка объекта к продаже собственникам. То, о чем я сказал. Подача документов на регистрацию. Это встреча в МФЦ. Далее, вторая встреча в МФЦ. Подача документов на перечисление. После этого, в течение недели-двух, проводится проверка и одобрение пакета документов вашего. И только потом, спустя уже месяц-полтора после этого момента, после одобрения, происходит выплата. А далее уже последняя встреча. Передача ключей и снятие обременений из квартиры. Или дома. Немного о моем опыте работы с херсонскими сертификатами. Уже более года я занимаюсь данным вопросом. Во-первых, более 5000 сделок с херсонским сертификатом прошло по моей компании. Лично я провел более 100 успешных сделок по сертификату. Моя база объектов под херсонский сертификат сейчас насчитывает около 1000 квартир и более 500 домов, проверенных и готовых к продаже. То есть, под любой запрос по херсонскому сертификату у меня есть объекты. В моей команде 12 опытных агентов по подбору недвижимости под сертификат, а также 6 юристов, специализирующихся на сделках по херсонским сертификатам. Это полное сопровождение до самой выплаты. Если вы хотите сориентироваться по ценам на квартиры и дома в Краснодаре, то вам в помощь будут мои социальные сети. Группа ВКонтакте это цены на квартиры в Краснодаре с актуальными объявлениями от собственников и застройщиков. А канал в Телеграм это дома и коттеджи в Краснодаре. Также объявления как от застройщиков в коттеджных поселках, так и от собственников жилья. Там вы найдете объекты, в том числе с пометкой херсонский сертификат, которые можно купить по данной программе. Если у вас есть вопросы по приобретению недвижимости под херсонский сертификат, вы можете задавать их по номеру телефона или писать мне на WhatsApp. Для вашего удобства есть QR-код, через который вы легко открываете чат со мной. И наконец давайте проговорим, что же сейчас можно купить на сертификат в Краснодаре. Сумма сертификата на одного человека 2 миллиона 928. На этот сертификат мы можем приобрести в Краснодаре студию с ремонтом и мебелью, либо однокомнатную квартиру при чистовой отделке. На два человека у нас предусмотрен бюджет 3 миллиона 726 тысяч. Это бюджет полноценной однокомнатной квартиры с ремонтом мебелью и техникой, либо двухкомнатной квартиры при чистовой отделке или в удовлетворительном состоянии, но за городом. На семью из трех человек сумма уже 4 миллиона 791 тысяча. На эти деньги мы можем купить двухкомнатную квартиру с ремонтом и мебелью, либо трехкомнатную квартиру при чистовой отделке, либо в удовлетворительном состоянии на периферии Краснодара. На семью из четырех человек у нас уже сумма 6 миллионов 389 тысяч. Это трехкомнатная квартира с ремонтом мебелью и техникой в разных районах города, в том числе в развитых. Либо дом, пусть он будет не в центре города, но в черте Краснодара и в таком, скажем так, удовлетворительном состоянии. Повторюсь, что любой запрос по херсонскому сертификату я могу легко удовлетворить, потому что у меня есть большая база отобранных квартир и домов, которые подходят для продажи под херсонский сертификат, с собственниками которых я также договорился о продаже и реализации под сертификат. Поэтому обязательно подпишитесь на мои социальные сети и все вопросы задавайте в WhatsApp. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!